Как говорил мой дед, не мешай машине ездить. Смазки, масла, не те смазки, о которых ты подумал. Если вы не хотите, чтобы ваш мотор кончился, если у тебя руки-крюки или мухи в руках елозят. Вот он все, он заходит довольно туго. Позвучный фильтр это... Нам Джаз Мото продали какую-то хрень, которая... Есть тормозная жидкость 5.1. Так же, как и я, чтобы вы познали дзен, понимаете? Друзья, всем привет! Это магазин Джаз Мото. С вами Павлентий. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И сегодня наша тема о том, как продлить жизнь вашему байку. Очень часто клиенты, покупая у нас байк, задают один и тот же вопрос. Сколько он будет ходить, как его обслуживать и через сколько он попадет на капитальный ремонт. И в этом видео мы постараемся вам детально объяснить, как это происходит, как сделать так, чтобы байк жил, жил и радовал вас не один год. Как у моего деда Иш, который он купил, по его словам, еще когда ему было 7 лет. Деду 90, этот Иш еще ездит, и мне кажется, он будет катать моих внуков. Ну, дед, к сожалению, не жив, но и жив. Так что... Дед знал какой-то секрет, о котором мы вам сейчас расскажем. Друзья, и первым у нас вопросом на повестке дня будут смазки, масла, не те смазки, о которых ты подумал, которые ты прячешь от мамы под подушку, а те масла, которыми мы смазываем цепь, пропитываем фильтр, меняем в моторе и прочее, прочее, прочее. Это очень важный момент, потому что люди забывают о том, что масло имеет, скажем так, свои допуски. Откатал сезон, слил масло, ну или гудрон, который там оказался, ну или не оказалось масла, ну кому как повезет. Да, слил, залил новое, поехал, следующий сезон откатал. Но, ребят, все на самом деле не так-то просто. О том, как менять масло на обкатке, мы рассказали в одном из прошлых видео. Интервалы и прочее. А сегодня мы расскажем обычный нормальный режим эксплуатации, при котором байк будет служить долго, счастливо. По собственному опыту скажу, что 400 часов для питбайка – это вообще не предел. Многие из вас, покупая, скажем, питбайк или другую кроссовую технику, думают, что они купили дорожный байк или скутер. И ездят на нем за хлебом, в магазин. И разные моменты, но надо бы понимать, что питбайк или любая другая кроссовая техника, все-таки это кроссовая техника, которая требует обслуживания именно по часам. То есть, и одна из таких требований – это замена масла. Мы меняем масло не как в машине, там, раз в 10 тысяч или раз в сезон, кто как меняет. Мы меняем масло по счетчику моточасов. Как только нам накапало 15-20 часиков, мы сливаем масло и заливаем новое. И мы не используем масло каждый день, мы не используем масло, я не знаю, деда из Ижа, мы не используем батяное масло, которое он забыл в гараже. Мы используем специальное мотоциклетное масло. В нашем магазине вы можете приобрести масла как подешевле, так подороже, средней ценовой категории. Но все это масла будут специально для вашего байка. И масло нужно менять в зависимости от сезона. Если это летний сезон, температура выше 20 градусов, используйте масла 10-60, 20-50, 15-50 синтетику. Если мы используем летний сезон, но до плюс 20, скажем, от нуля до 20, вы можете использовать масла 10-40, 10-50. Если вы не можете найти в вашем колхозе деревни ПГТ, не деревни, а ПГТ, или где-то в Москве даже, вы не можете найти именно мотоциклетное масло, вы можете использовать вот такое скутерное масло. Все присадки будут идентичны примерно на 90-95%. И поэтому, если вы зальете скутерное масло в двигатель с масляной ванной, то ничего страшного не случится, вы можете на нем ездить, как это делали мы на протяжении нескольких лет, и ничего страшного с этим не происходит. Так что, друзья, если вы не хотите, чтобы ваш мотор кончился примерно через 50-100 часов, и вы не попали на дорогостоящий ремонт, пожалуйста, используйте фирменные масла, которые подходят именно под мотоциклы. Итак, друзья, мы разобрались с маслами, мы разобрались с мотором. Дальше больше, дальше интереснее. Ходовая часть того самого питбайка и самые частые проблемы, с которыми мы сталкиваемся в сервисе, с которыми мы сталкиваемся в поседневной жизни. Я их коротко перечислил, чтобы вы понимали. Это разболтанные крепления двигателя. Когда у вас мотор гуляет, как желешечка, знаете, так толстую жопку шлепнете, и она так качается, 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 качается. А потом баба поняла, что его шлепнули, резко поворачивается, и все. И так же происходит с мотором. Он качается, 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 бах, и отвалился, резко повернулся. Чтобы этого не происходило, при каждой замене масла, каждые 15-20 часов, ну, ребят, здесь раз, два и четыре болта снизу. Но возьмите вы гаечный ключ. Ну, проверьте вы крепление мотора. Это занимает две минуты и лишит вас всех проблем с креплениями мотора. Чтобы потом не кричали, что, ай, нам Джаз Мото продали какую-то хрень, которая, мотор отвалится. Нет, мотор не отваливается. Ребят, это кроссовая техника, ну, пожалуйста, ну, ухаживайте за ней, потому что металл имеет свойство тянуться. Поэтому просто протяните. Это занимает две минуты, две с половиной минуты. Дальше. С этой проблемой мы разобрались. Вторая проблема, с которой часто сталкиваются, это тормозные колодки и убитые тормозные диски. То есть, когда я говорю слово убитые, здесь появляются риски. То есть, вы ездите до того момента, когда у вас колодка стерлась уже до металла, и вы продолжаете ездить, потому что, ну, стоимость колодок целых 180 рублей. А чтобы ее поменять, надо снять колесо, надо снять цепь, потом выставить это. И многие люди просто забивают на это и ездят с металлическим скрежетом. Ну, как бы, не знаю. Это очень странно. Давайте пойдем далее. Далее у нас идут тормоза. То, чего не касается никто и никогда. И даже не задумывается о том, что тормозуху надо менять. Что она не вечная, и ее нужно как-то менять. Тормозуха меняется примерно раз в два сезона. То есть, это нормально будет. Если вы будете менять чаще, хуже не будет. Но, когда вы меняете тормозуху, вы должны учитывать одно, что здесь написано, какую тормозную жидкость мы можем использовать. Use only DOT 3 or DOT 4. Brake Fluid. То есть, тормозная жидкость отличается. У нас есть DOT 3, DOT 4, которые мы должны и обязаны использовать в этом байке. И в этой тормозной системе, в этом типе тормозных систем. И есть тормозная жидкость 5.1. 5.1 наиболее распространенная тормозуха. Мы используем ее в автомобилях, мы используем в спарточах. Мы много где используем. Но она имеет высшую точку кипения и может негативно сказаться на резиновых манжетах, которые здесь у нас находятся. То есть, ребята, меняйте тормозную жидкость раз в два сезона. Не забывайте о ней, и тогда тормоза будут ходить долго. У вас не будут течь манжеты, у вас не будут этих проблем. Итак, друзья, следующее, что мы должны тщательно за чем следить. В нашей ходовой части это подвеска. Имеется в виду вилка передняя и задний амортизатор. По собственному опыту скажу, что задний аморт и передняя вилка живут немножко по-разному, разной жизнью. Задний амортизатор у меня течет, как правило, через пару-тройку сезонов. А вот вилку я стабильно чищу раз в сезон. То есть, не обязательно ее перебирать постоянно. Вы можете просто снять вот этот пыльник. Он легко снимается. Вот он, его видно. Вы снимаете этот пыльник и под сальниками вычищаете грязь. Если вы будете делать это хотя бы два раза в сезон, то поверьте мне, ваша подвеска будет ходить максимально долго. Еще один важный момент, о котором хотелось бы сказать. Когда вы будете снимать пыльник, ну, не заденьте зеркало. Потому что зеркало, вот эта вот часть пера, это то, что должно быть всегда в идеальном состоянии. Не должно быть ни песка, ни раковины, ничего. Иначе у вас будут постоянно течь сальники. А сейчас мы вам покажем, чем же почистить сальник вилки. Да, друзья, чтобы продлить срок службы передней вилки, вы можете использовать специальный инструмент, называется очиститель сальника в цепи. Выглядит он вот так. Но если его нет у вас, то вы можете взять обычную пластиковую бутылку и сделать по образцу и подобию того, что мы вам только что показали. Это тоже будет работать, но в полевых условиях. Друзья, теперь перейдем к теме заднего амортизатора. Почему он течет, когда он течет и что с этим делать. Просто, ребят, приобретая бюджетный байк, или скажем, вы приобрели бушный байк с обычным бюджетным китайским амортизатором. Каждый раз, повышая свой скил, вы прыгаете выше, быстрее, дальше, сильнее. Как только у вас потек бюджетный науномерский амортизатор, нет смысла искать на него сальники, нет смысла его перебирать. Лучше обратитесь к нам и приобретите у нас вот такие чудесные амортизаторы фирмы ДНМ. В чем плюс амортизаторов ДНМ в том, что они полностью регулируемые. То есть можно посмотреть модель побюджетней, можно посмотреть модель подороже с компенсационным бачком. Плюс этих амортизаторов в том, что они изначально были рассчитаны под кроссовую технику. И на них есть все ремкомплекты. То есть вы можете разобрать амортизатор, поменять сальник за 1000 рублей, залить него масло, накачать и продолжить дубасить в том режиме, в котором вы дубасите. А также вы можете повышать свой скилл бесконечно. Друзья, приобретая такие амортизаторы, скажем так, хорошего качества, можете быть уверены, что они переживут не один питбайк. Если даже вдруг вы сломаете свой пит, я не знаю, захотите его продать, вы можете снять амортизатор и переставить его на другой питбайк. И поверьте мне, он переживет не один пит. Продолжаем разговор о ходовке. Так как колеса тоже являются частью ходовки. И одна из частых проблем, с которой мы тоже сталкиваемся, это восьмерки, разболтанные спицы, вырванные спицы и много-много чего еще. Разбитые подшипники, разбитые посадочные места под подшипники. Все это происходит из-за того, что из-за нежелания обслуживать свой байк. Ребят, спицы нужно протягивать так же, ну раз в 50 часов залезть, просто прозвонить ключом, как они звянькают. Если они уже ослаблены, ну подтяните вы их. Подшипники, ну поднимите вы колесо, крутаните. Если вы слышите, что подшипники уже не работают, или у вас колесо люфтит, ну поменяйте вы подшипники, не ждите того, чтобы их заклинило. Это касается и заднего колеса, и переднего колеса. Причем заднее колесо всегда переносит большую нагрузку, так как на него приходится привод цепи. И каждый раз, когда вы стантите, когда вы, я не знаю, дубасите по харду, валите на заднем, делаете еще что-то, вы даете колоссальную нагрузку на заднее колесо. Поэтому обслуживайте заднее колесо чаще, чем переднее. Переднее тоже обслуживайте, не забывайте, а то я вас знаю, я хитро с жопых, блин. Друзья, о том, как подтягивать спицы и как их обслуживать, Тёма рассказывал в одном из прошлых видосов, ссылка в описании. Следующее, о чем хотелось бы вам напомнить, о чем все тоже забывают и на что все забивают, это подтяжка цепи. Да, цепь тянется, да, за ней надо ухаживать, ее надо обслуживать. Все очень просто, здесь у нас натяжка в два пальца, вот она. И все, старайтесь поддерживать эти два пальца. Когда вы не натягиваете цепь, что происходит? Во-первых, у вас быстрее съедаются звезды, что за собой тянет опять же растяжку цепи. Но это не самое страшное. Самое страшное, когда цепь вот так висит, она слетает и разбивает крышку и датчик холлогенератора. И начинаются большие проблемы, начинается поиск статора генератора. Не знаю, может заклинить коробку, сломать валы, мы видели много чего. Ломала коробка, ломала генератор, била по спине этой цепи. Поэтому, ребят, ну подтягивайте вы цепь, это не так-то сложно. Да, друзья, еще один немаловажный момент. Я специально взял с собой один из баллончиков. Есть второй такой же, очиститель цепи и смазка цепи. Это у нас очиститель цепи, но есть такой же смазка цепи. А то есть некоторые индивидуумы, которые считают, что можно смазать цепь, я не знаю, литолом, графитовой смазкой, сварить ее в отработке. Ну, много лайхаков в интернете. Нет, ребят, так делать нельзя. Друзья, нужно использовать именно смазку цепи и именно для оффродовской техники, чтобы она не распылялась и держалась. Точка. Друзья, как вы заметили, мы сменили локацию для того, чтобы рассказать вам о двигателе. О том, что с ним нужно делать, что не нужно делать и как это сделать. Но я хочу ставить одну небольшую ремарочку. Если у тебя руки-крюки или мухи в руках елозят, или ты не знаешь чего-то, или ты просто не хочешь, приводи к нам сервис. У нас есть чудесные механики, у которых муки в руках уже поелозили, оставили потомство, потомство разъехалось. Поэтому руки у них чистые и они могут сделать все. Все, с елозащими и мухами мы разобрались. У нас есть две руки, у меня, по крайней мере, точно. И у меня есть, ну, почти что мотор. Как бы это почти мотор, это головка клапана. Просто она здесь валялась, и мы на ней приведем пример. Первое, что вам нужно понимать, что у головки есть клапана. Вот они. Это то, собственно говоря, для чего мы и все это затеяли. Причем, если посмотреть, то один клапан будет большой, один клапан будет маленький. Большой клапан всегда клапан впуск, маленький клапан всегда клапан выпуск. Здесь это тоже легко понять, что вот он впуск, вот он грязный выпуск со шпильками. То есть отсюда у нас выходит глушитель, сюда у нас пришел наш карбюратор. Вот, для чего я это объясняю? Для того, что у клапанов будут разные зазоры. Так как выпуск греется сильнее, то и тепловой зазор должен быть выше. Выставляем мы его при помощи вот таких замечательного набора щупов. Кстати, у нас они продаются, стоят около 150 рублей. Поэтому в каждом гараже должен быть набор щупов. В нем обязательно должно быть, вот я не знаю, видно сейчас. Я вот так вот поделаю. Вот здесь есть цифры 0, 0, 7. Ну, в нашем случае 0, 0, 7, но в вашем случае должно быть 0, 0, 6 и 0, 0, 8. То есть 0, 0, 6 мы используем при настройке клапанов 125-140. Это у нас будет впуск. Впуск 0, 0, 6, выпуск 0, 0, 8. Я приведу на примере 125-ки, как же это все-таки правильно делается. Мы берем наш щуп, берем наш рокер. Если посмотреть, он лифтит прям совсем чуть-чуть. Мы вставляем наш щуп. Вот он. И он должен плотно проходить. То есть здесь должно быть 0, 0, 6. У меня сейчас плотно проходит 0, 0, 7. Даже довольно легко. То есть если я нажму, то смогу зажать. Сейчас я покажу, как его правильно отрегулировать. В большинстве своем ключ на 9. Просто слопляем вот эту гайку. Вот она, контргайка. Затягиваем здесь. Вот видите, прямоугольничек, стерженек. Мы его просто подкручиваем, пока не станет ходить туго. Все, вот он. Он ходит туго. Еще. Все. И просто затягиваем. Просто контрим. Как только мы это сделали, мы снова проверяем нашим щупом, как оно туда залазит. Вот он все. Он заходит довольно туго. То есть он не должен клинить, но должен спокойно ходить. Вот он, пожалуйста. Все. Вы отрегулировали впускной клапан. Выпускной клапан регулируется по такой же аналогии. Допуск 1,1. То есть у вас 0,08, вы можете сделать 0,07, либо 0,09. Но старайтесь сделать в 0,08 или в 0,06, как написано в мануале. Друзья, тема двигателя затрагивает достаточно много аспектов, которые мы не можем уложить в данный формат видео. Поэтому, если вы хотите, чтобы мы сняли отдельный гайд по тому, как обслужить двигатель, как настроить клапана, как настроить карбюратор, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы их увидим и обязательно сделаем видео специально для вас. Тема двигателя. Мы не будем в нее углубляться. И в тему карбюратора мы расскажем вам поверхностно о том, для чего нужен воздушный фильтр. Воздушный фильтр – это фильтрующие легкие вашего байка. Фильтр всегда должен быть пропитан специальной смазкой. Вот эта внутренняя часть. Вот она. Вот эта внутренняя часть всегда должна быть сырой. Если я в нее тыкаю пальцем, то вот она, смазка остается на пальце. То есть, если вы не будете обслуживать вовремя свой фильтр, то он будет пропускать через себя все, кроме гальки, летящей из-под КАМАЗов. Поверьте мне, в карбюраторе будет куча песка. Итак, друзья, фильтр, как мы уяснили, должен быть пропитан. Нигде не должен быть рваный. То есть, он должен быть полностью как заводской. Почему? Потому что, как только мы его снимем и заглянем внутрь карбюратора, что мы там увидим? Что тут одна большая дырень. Огромная. Прям сквозная, я бы сказал. Я даже не знаю, как точнее это описать. И если мы не будем использовать фильтр, и будем сюда сыпать песок. Ну, понятно, что песок просыпется насквозь. А куда это идет? Во впускной коллектор. Вот он, впускной коллектор. Клапан пропустит этот песок, который прошел через дырку, и попадет в ЦПГ. И тем самым мы убьем ЦПГ, ну, часов за 20-30. Я думаю, можно будет уложиться, чтобы уничтожить отличную ЦПГшку. А потом кричать, Китай говно. Нет, Китай не говно. И вообще, все, что мы рассказывали до этого, делается не только на китайских байках, но и на любых австрийцах, японцах. Я не знаю, кто еще у нас производит. Баджач, Инди, Бангладеш. Не знаю, да любой байк, даже если он будет марсианский, надо обслуживать. Друзья, закрывая тему этого видео, я хочу рассказать еще об одном способе уничтожить, убить, взорвать ваш байк. Это тюнинг. Тюнинг двигателя, тюнинг подвески, тюнинг... Не знаю, тюнинг бывает разный. Кто-то поставит катафоты, кто-то поставит, я не знаю, 30-й карп на 125-й мотор, скажет, он не заводится, он не едет. Потом он загорается, не знаю, горит, все горит, все взрывается, он не едет в Китай, говно, все, мы закончили. Итак, подводя итог по тюнингу и по прочему, если ты не знаешь, не умеешь, у тебя нет опыта, который есть у нас, то не надо лезть в мотор, не надо лезть в подвеску, не надо лезть в байк. Как говорил мой дед, не мешай машине ездить. А если все-таки ты хочешь усовершенствовать свой байк, хочешь какой-то поставить тюнинг, обратись лучше к нам. У нас опытная механа, у нас огромная ремзона, у нас огромнейший опыт, и мы построим байк именно под тебя. И, кстати, ребят, по тюнингу вас ждет отдельное видео, где мы обширно расскажем, покажем, и, наверное, мы построим байк. Поэтому, чем больше лайков мы соберем под этим видео, тем больше шансов того, что мы построим этот байк. Друзья, как и в любой басне, в любой сказке, мы должны подвести какой-то итог, потому что все, что было до этого, должно было озарить вас. Так же, как и я, чтобы вы познали дзен, понимаете? Все это было сделано для того, чтобы вы поняли, что не надо бояться китайской техники. Китайская техника будет служить долго, будет служить довольно долго. Не как тот дедовский иж, но она может служить долго. И для этого нужно просто немного времени. Вам достаточно уделять, ну, скажем, полчаса на ТО, раз там буквально в месяц. Может быть, чуть чаще, может быть, чуть меньше. Для того, чтобы ваш байк служил, служил вам, служил вашим детям, чтобы вы с ними катались, чтобы вы катались с друзьями и никогда больше не говорили мне, что Китай говно. Друзья, с вами был Павлентий и магазин Джазмота. Пользуйтесь нашей инструкцией, будьте в теме, не болейте. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok